В 21 веке проблема плохого зрения стала самой настоящей эпидемией. По данным за 2019 год Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек страдают нарушением ближнего или дальнего зрения. Косоглазие также довольно частое патологическое заболевание. По мнению специалистов, оно возникает от 2 до 6 процентов населения планеты. При этом лечение трудное, а отказ от терапии сильно ухудшает качество зрения. 2023 год – год настоящих технологических прорывов, ведь ученик 9 класса IT-лицея Казанского федерального университета изобрел аппарат для лечения косоглазия. Он с детства отличался сообразительностью, энергичностью, то есть он как-то очень всегда все изобретал. Иногда смотришь и думаешь, как это вообще могло в голову прийти такое сделать. В большинстве случаев косоглазие является врожденным и вызвана аномалией глазодвигательных мышц. Симптомы косоглазия легко распознать в детском возрасте. Обычно они проявляются в несогласованности движений глаз ребенка, нарушении координации движения и зрительного восприятия. В раннем возрасте косоглазие проще всего поддается коррекции. Младшая сестра Глеба страдает косоглазием с рождения. Для лечения данного заболевания ей был назначен метод профессора Поспелого, предусматривающий тренировку зрения пациента методом слияния последовательных образов. Проще говоря, пациенту поочередно засвечивают глаза специальной вспышкой, после чего на его глаза светит фонарем около трех минут, в течение которых пациент совмещает получившиеся в результате засвета образы. Эта методика довольно непростая. Профессор Поспелов рекомендует заниматься 60 минут в день, но это не всегда ровно час в день. Почти всегда на это уходило много больше времени, могло растягиваться на целый день. Из-за этого мы не успевали куда-то пойти, не успевали что-то сделать. Но вот теперь я увидел, как это трудно. Я прочувствовал на себе, позанимавшись сестренкой по этой методике, и решил автоматизировать этот процесс, облегчить жизнь маме, облегчить жизнь другим таким же людям, возможно, даже, и создать свой прибор. По словам юного гения, у проекта было несколько версий. На разработку от идеи до конечной реализации ушло около полутора месяцев. Принцип его работы заключается в использовании методики Владимира Поспелова. В том, что пациенту поочередно засвечивают глаза специальной вспышкой. После этого, чтобы изображение сложилось в единое целое, на глаза светят фонарем в течение трех-четырех минут. Заниматься нужно один час в день, и это способствует облегчению одной из стадий косоглазия. На этом приборе пациент может заниматься самостоятельно. До этого обязательно был нужен человек, помогающий больному осуществлять лечение. Это ключевой момент. Пациент садится, нажимает специальные кнопки определенные, и при этом участие второго лица совершенно необязательно. То есть пациент может заниматься полностью самостоятельно. И вот моя сестренка так и делает. Она садится чаще всего, полностью весь курс за день проходит, заканчивает, встает и уходит. Как я еще раз повторю, раньше на это очень много времени уходило, теперь стало намного меньше. Глеб Смородинов уже запатентовал свою научную разработку. Осталось дождаться, когда изобретение введут в массовое производство. Великие открытия начинаются с малого желания помочь людям. Аделина Амдрахманова, Николай Суховский, Игорь Озеров, Универньюс.